сосед наш я ухранила помню и раз фьюрий николаевич 91 а его мама марина яковлевна она меня принимала из роддома помогала мне родиться так скажем сейчас у них где-то юля уже дочка его тут лежит но не знаю где смотрела не нашла вообще очень хорошо тут ухаживают за армянами наполеон асканович на живые цветы то же самое дорогое богатое козырное место это армян да как заходишь вот вход сразу тут они все армяне на другой еще стране все у входа козырные места солнышко спряталась сидела бабушка на санцепёке синим платьице меня ждет но я тут бегала снимал неинтересно но и людям может приятно будет вот старые захоронения 91 тоже народ обновили памятники 86 захоронение такие вот 69 и 94 обновили наверное памятник просто потому что достаточно наверно уже все умерли у женщины самой заброшенная могила вот совершенно здорово такие вот поддереть под большими деревьями лежать я считаю очень хорошо так так очень вот 69,86 девушка молодая совершенно старинные захоронения старинные захоронения Алексеевна лежит на квартале 33 вот так вот идешь и примерно где вот эта вот елка и вот так вот налево ну а там уже выход недалеко он увидел издалека свою учительницу по художке Клара Алексеевна Горина очень был хороший человек педагог золотой она была прекрасным живописцем всю палитру красок помню мы смешивали и чем быстрее тем лучше здрасте Клара Алексеевна улыбается мне здрасте бывают люди вот улыбаются на фотографиях один раз пришла к ней она не улыбалась сейчас улыбается кто учились в художке мои года и раньше и позже должны ее знать я всегда думала что ее должны похоронить на аллее славы но вот такое место обычное совершенно дочка живет в Москве часто приезжает наверное упокойся с Богом Клара Алексеевна раба Божия Клара Факеев с 57 по-моему знакомый это по-моему папа у знакомой Наташки Факеевой молодой мужики вообще рано умирает Хватский Борисан Молодский это наверное тоже наш сосед если это он то он был наркомал да уж гуляешь гуляешь еще полно знакомых прям как город мертвый город в городе Шангин какой-то 82 2007 вообще мало жил вот тоже 87 2007 мало молодые люди а вот это узнала Енин это наш сосед был я даже на охранах была Енин Андрей Иванович я чуть по-моему отказала молодой был вроде бы помогли ну или помогли 8 6 12 13 где же тут Клара Алексеевна наверное не тут пойду пойду я повыше это видео будет длинным я уделить не буду специфическое видео кому захочется из Димитровграда я вот сама искала искала в кладбище Димитровград и ничего не находила никто не снимает а зря это вообще очень нужно Хитинин Михаил с 61 по 2007 так по-моему память меня не подводит там впереди будет оу Гордеева Елена нифига себе вот она это соседка из рядом дома 21 09 10 мало умерла ой мало пожила помню ее Ленку ну так сидела в общем судьба не очень вот какие хорошие памятники вон там агафонников Сергей Владимирович 81 15 с собачкой ее не знала Ладий Петровград большой относительно город там много районов город порт там я не очень знаю я только схемаш в основном вот он да Денисов а вот тут кстати Клара Алексеевна должна быть где-то сейчас я покажу Дениса Денисова Лешка Денисов был 25 лет задохнулся в машине от газа включил и умер задохнулся 16 22 12 Новый год с ним как-то отмечали вообще мой это одноклассник Денисов Лешка Эх Лешка Лешка Леха Леха успокойся с миром 25 лет был и тут прям очень так такие места уютные уютные и то м у у у у у и у у у у а у у у Шашкова Юлия Красивая была девушка 80-й По 15-й Жаль Константинов, Константинов Два брата, видимо Разница 10 лет Народ оградки подкрашивают, как я Убираются Это, наверное, уже живых нет Этих родственников 79-й 12-й Вот, а девушка По кладбищу гулять Такое миротворение Тишина Я знаю, многие любят Кладбище Если бы мне Если бы вот можно было бы выбирать Например, где Быть похоронен Хотелось бы Околоть под деревом Чтобы был тенек Это к будущему Я, конечно, еще не умираю Но Просто так И пессимистических мыслей У меня тоже нет Просто люблю Кладбище За своеобразную Энергетику На большие постаменты Делает Болотно ванна. Старенькая. Молодой тоже. Тоже молодой. 73-й. А вот, я их знаю, наши соседи были. Отец и сын Штильман. Разбились на машине, взорвалась она, сгорели. Грузоперевозками занимались, запчасти возили из Тольятти, где метровград. Красивый памятник ему сделали. Он тоже какой. Наверное, с учетом, что потом вот тут еще будут родственники. Наверное, выкупили. С пятой водой. И тринадцатом году уже умер. Малка супруга хорошо могилку содержит. Молодец. Ну, покойся с миром. Или как сказать, покойся с Богом. Пока, Санечка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Такое ощущение, как будто смотрит на меня, провожает пока Санька. Травесники лежат. Сколько ему было? 75-го и умер... 43 где-то примерно, по-моему. Совершенно молодой. Или даже 42. Иногда думаю, где вот тот или иной товарищ в Диме Травграде. Может переехали или как. Гуляю, вот тут и все, их встречаю. Сюда переезжают люди. Так, ладно. Ближе к выходу. Полно можно поснимать. Учительницу Клару Алексеевну можно поснимать. Найду художника. Моя любимая художка. Так, ладно. Пойду туда. Вот и везде эти конфетки. Везде, везде, везде. Ключи, конфетки. 12-й, 21-й. Мальчишка молодой совсем. У меня тут должен быть друг детства. Лежать где-то. Наверное, не найду. Как друг? Ну, друг, можно сказать. В молодости дружили там толпой всей. На гитаре играли. На мотоциклах катались. На 72-й, на 17-й тоже молодая. Относительно. 79-й, 14-й. 85-й, 10-й. Это 25 лет. Что вот могло происходить с людьми? Лутошкин, Вадим. А, ну, 57-й. Пожил человек, так скажем. А, вон меня. Шиянов Александр. Катались на мотоцикле и играли на гитаре с этим вот человеком. Курил очень много, поэтому рак. То есть всегда в нашей памяти. Привет, Сань. Всегда с улыбочкой. Привет. Матенов Юрий. Он был в 61-го. Сосед наш. В 2009-м умер. Он такой вечно смеялся громко. Как рыжал. Достаточно уже такие захоронения 9-го года. Несвежие. Ладно. Я гуляю просто праздну так знакомых встречу. Люблю кладбище. Энергетику такую. Тишины. Своеобразная такая энергетика. Многие люди любят кладбище. Вот я тоже. 2004-2020 год. Вот флаг стоит. Наверное десантник умер. Погиб. Скорее всего. 59-й, 11-й. Он тоже. Ну так относительно не молот был. Внизу. Тут один от этого захоронения. свежие. Свежие, наверное, внизу. Свежие, наверное, внизу. Свежие, наверное, внизу. Или уже там. Там. В общем, оно огромнейшее, 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 огромнейшее. Как город в городе. Ну, вообще, это видео я снимаю, кто соскучился по Димитровградскому кладбищу. Может быть, люди живут за границей. Интересно им. Как мне. Да и вообще, может быть, больные люди не выбираются из дома. Тоже интересно. 87-й на 2011-й. Катя какая-то очень молодая девочка. Девушка. Кулички пасхальные. Зачем кладут вот, а? Не понимаю. Традиция. Надо, наверное, её убирать, эту традицию. Потому что никто её не берёт, птицы не едят. Тоже молодая девушка какая-то, видимо. Но у неё не очень. 71-й, 18-й. Молодая. С 91-го. Это срочник, наверное. Погиб. Или контрактник, скорее всего. Такой огромнейший, огромнейший, огромнейший. Такой огромнейший, огромнейший, огромнейший. Эстинный процессор. Хотя... Эстинный процессор. Какой был. А я не знал, какая-то срочная, срочная. 76 по 11 играл в театре Субтитры создавал DimaTorzok Малыш умер 10 лет 75 по 21 Вот Мирослав Он с 75 утонул у нас на пруду Я его помню по школе Был рыбак Был ему 18 лет Утонул на третий раз Говорят, рыбаки тонут на третий раз Говорят, рыбаки тонут на третий раз Не хватило покрасить всю оградку Потом еще раз приеду Вот сейчас крест у бабушки И одна четвертая оградки покрашу Вот так вот Поставила свои тоже И убираться Зеленая какая Красивая ящерка Вот она тут целая Старичат Это дедушка Гриша Нас встречает Да, наверное Вон ешь Вот так вот Упс Ай да куда нибудь на стульчик Ой, в тени очень Дай мне куточку Вот купили тоже цветы Кому какой Вот желтого нету дедушки Да? Там у бабушки вроде есть желтый А, да-да-да-да-да У бабушки желтый есть У них полно цветов крашен Доченька Так вот идешь И вот там у меня Бабушка с дедушкой лежат Ой Ну вот Пришли Надо красить Все будет Могил Эх Оградку Да Бабушка рада Дедушка тоже рад Но здравствуйте Сейчас буду красить могилку Помою ее немножко И это И крест тоже Дедушка ветеран войны был Бабушка была раба Как ветеран тыла Стирала Солдатские гимнастерки Во время войны Солдаты Ну тут вот везде солдаты Наверное Зайковы Военный И жену можно подхоронить К военным У меня тоже дедушка Был военный Вот бабушку Подхоронили Ну наверное За деньги Наверное Она платила Все-таки За подхоронение Заранее Она по-моему Купила Даже Говорят Нельзя заранее Но Что такого Она по-моему Прожила Лет 13-15 После дедушки Очень нравится Кладбище В деревьях Сидеть приятно Тенек Какие сосны Там могила тоже есть Но все время Кажется Как уютно Лежать В тенечке Вот Лес лавы И вот так По прямой Чуть ли не до конца И дедушка С бабушкой Вообще Знакомых Дофига Дофига Вечная память Солдатам Прямо 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 Идешь До вечной Вечной Память И потом Сворачиваешь И второй Квартал Мои дедушка С бабушкой Лежат Это Аллея Славы Это Тут номер Один Аллея Там Будет Номер Два Прогал Соседка Дзех Лежит 1906 Старообразный памятник Бабушке Поставили Это Отец С сыном Валентина Васильевна Она была Учительница Но Сама Женщина Учительница Хорошая Сbuja Ссылка Симпатичная Симпатичная Макаров, Дмитрий, 79-го Тоша. Кот Тоша жил пять лет. Кот Тоша. Кошечка кукуру. Нет, это кот. Кошечка кукуру. Кошечка кукуру. Кошечка кукуру. Кошечка кукуру. Такая вот традиция. Оставляют яйца, конфетки. Потапкин Александр. Это вот моложе меня на три года. Это я его помню. Кладбище Димитровграда. Да. Тут вот типа часовни есть отпивать. Воду можем набрать для уборки техническая.